Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте! И сегодня в нашей студии гостит президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. Рад знакомству, Маргарита Арвитовна. Взаимно. Здравствуйте. В Ижевске в эти дни проходит окружной форум «Дружба народов. Единство России», на который вы и приехали. Ну, название, надо сказать, напоминает немножко какой-то советский лозунг, но цель направлена на, как заявлено, формирование общероссийской идентичности и укрепление духовной общности россиян. Накануне Дня России это особо актуально. Да, конечно, это очень важная тема. И несмотря на такое, в общем-то, кондово-советское название, пугающее, содержание этого форума очень любопытное. И уже доклады, которые прошли, буквально к вам приехала в студию, дочитав свой доклад, скорее даже не доклад, а беседы, дискуссии, они совершенно неформальны, они достаточно жесткие и достаточно откровенные. Вот вы говорили сегодня об информационном сопровождении национальной политики. Как, по вашему мнению, ее нужно сопровождать, освещать? Начну с того, что впервые, наверное, в документе общефедерального уровня, в стратегии государственной национальной политики, был обозначен отдельный раздел, называется информационное сопровождение государственной национальной политики. Такого раньше не было. Предполагалось, что кто-то что-то делает, но очень было много претензий к журналистам. И вообще, честно говоря, я устала в последние 6-7 лет на разного рода круглых столах, в совещаниях слушать, что во всем виноваты журналисты. Вот межнациональные проблемы у нас не заладились в стране, виноваты журналисты, не так осветили. Говорю, ну хорошо, просто вредители какие-то, давайте их запретим, давайте им вообще запретим говорить об этом. Но от этого ситуация не улучшится. Нынешнее информационное пространство, оно состоит и из журналистов, оно состоит из интернета, оно много из чего состоит. И поэтому просто нужно учиться работать во взаимодействии. И журналисты здесь как раз первые партнеры, самые адекватные, я бы сказала, партнеры всех уровней и власти, и общества вот в этом благом деле. Ну, надо сказать, да, многие упрекают СМИ в том, что они тиражируют такой определенный криминальный образ с национальным акцентом. Как быть в данной ситуации? Ну, в данной ситуации говорить правду. Невозможно сказать, что вот этого криминального флера не существует. Это будет неправда. И люди все равно найдут эту информацию, они зайдут в сеть. Там у нас сейчас есть и блогеры-тысячники, у которых аудитория, может быть, побольше некоторых СМИ будет. И все равно эта информация разойдется. Поэтому журналисты должны быть первее всех. Просто у них ответственности больше. И в отличие от всех тех, кто распространяет информацию по другим каналам над журналистами, и закон о СМИ, и уголовный кодекс их касается, 282-ю статью, также могут спокойно применить для любого журналиста, который что-то скажет не так. Как разжигание национальной розни. Да, разжигание межнациональной розни, как раз вот там розни по признаку конфессии. И вот это все угрожает журналисту. То есть он находится в абсолютно правовом поле. В отличие от всех остальных, которые распространяют информацию, ни за что не отвечая, не находясь в этом правовом поле. И вот давайте мы сейчас закрутим гайки над журналистами. Хорошо, чего мы можем добиться? Можно это сделать. И есть такие тенденции. Я все-таки за диалог, за то, чтобы мы вместе, понимая общие цели, двигались к этим целям. А цели эти межнациональные согласия. Да, есть проблемы, но двигаться нужно с разных сторон. Не объявлять кого-то виноватым, а кого-то страшно правым. Это абсолютно такой деструктивный путь, он путь в никуда. Сейчас Минсвязи разрабатывает ужесточение законодательства. Обращу внимание на формулировки за распространение информации, которая могла повлечь, представляете, могла повлечь, что она там повлекла и что в результате получилось, это еще неизвестно. Сослагательное наклонение. Да, но за это уже предполагается уже ответственность, наказание, вплоть до лишения лицензии и так далее. Ну то есть это закрытие средств массовой информации. С одной стороны, ужесточение нужно, но должна быть и другая сторона, должно быть обязательное предоставление журналистам информации. Что сейчас выходит? Какая-то конфликтная ситуация. Журналисты стучатся во все двери. Скажите, что произошло? Дайте комментарий. Что делает часто власть? Да она молчит. Закрывается. Она молчит, она позволяет себе комментарий на третий день. Это что такое? Это когда новости уже протухли. Что делать в этой ситуации журналистов? Они начинают хватать первого встречного и пытаться понять, а что происходит. Это нормальная работа. Мы выполняем свою работу. Поэтому для того, чтобы таких безобразий не происходило, нужна ответственность с другой стороны. Сейчас уже разработаны на базе стратегии госнацполитики обязательные условия, при которых власть не хочет, не хочет, а обязана, и все уровни власти обязаны общаться с журналистами в момент возникновения любой проблемы. То есть они обязаны созвать пресс-конференцию, они обязаны выйти к журналистам и объяснить свою точку зрения. Вот этого, к сожалению, не было. Это очень важный момент. Чтобы не искали где-то что-то, должен быть первоисточник. И этот первоисточник не должен прятаться под плинтусом. До того момента, когда он выработает свою какую-то стратегию, а информация уже пошла. То есть здесь вот это очень такой сложный момент. Но если закручивать только гайки журналистов, что будет? Уже сейчас, и это давно такая тенденция, главные редактора не торопятся давать своим журналистам возможность говорить на эту тему. Тема-то опасная, они это понимают. Могут быть разные проблемы на разных уровнях. Поэтому это очень смелые издания, очень смелые журналисты, которые берутся за это. Если мы сейчас и им канал перекроем, с чем мы останемся? Мы останемся с нерегулируемым полем интернета. Где что хочу, то ворочу, ни за что не отвечаю. Соответственно, градус межнационального напряжения будет расти. Да, конечно, вы абсолютно правы. Вот что мы добьемся таким. Вроде бы галочку поставили, с чем-то там поборолись, но результата-то мы не добились. Как быть тогда? Мы говорим о стремлении к российской идентичности, к каким-то общероссийским ценностям, при этом при сохранении многообразия. Я вижу только, опять же, решение в информационном поле. Потому что люди большую часть информации берут из информационного пространства. Хорошо, криминальные программы посмотрим. Посмотрим. Что люди видят люди? Но помимо этого должны быть еще и другие программы. Ведь помимо того, что, я не знаю, есть какие-то проблемы, связанные с мигрантами из Узбекистана, есть еще и прекрасный хирург Акчурин. Есть еще масса людей, которые делают что-то хорошее, доброе и очень полезное каждый день на своем посту. Прекрасные профессионалы. Вопрос в другом. Вопрос, умеют ли журналисты сегодня рассказывать так же увлекательно и с такой же страстью о чем-то хорошем. Вот это наша общая проблема. Вообще журналистика переживает очень серьезный кризис. Не только в России, во всем мире у нее кризис доверия с появлением пиара. Уже простые слушатели, зрители, читатели не всегда понимают, где им под видом журналистского материала пытаются рекламный продать, где формируют их мнение, где ими манипулируют, а где правда позиции журналиста. Это очень сложно им разобраться. И это во всем мире так. И стремление к негативу опять-таки. Это опять же, знаете, когда мы говорим, вот у нас люди любят жареная кровь, мозги, кишки по стенам. Вот есть такое выражение. Вот сразу все будут смотреть. Но это естественная реакция человека. Вы поймите, она формировалась тысячелетиями, когда люди из разного племени собирались, и они говорили, не ходи на то болото, на том болоте динозавр съел нашего какого-то соплеменника, руку-ногу откусил, и в первую очередь обменивались негативной информацией. Просто с возникновением новых систем передачи этой информации, она зашкаливает. Мне так кажется, не знаю, согласитесь вы или нет, еще проблема в том, что в разных регионах стремление к идентичности воспринимают по-разному. Одно дело на словах, в декларациях, другое дело, когда в реальной жизни, то есть мы стремимся к построению гражданского государства, правового, но в некоторых регионах, к сожалению, во главе стоит этнический принцип. Здесь очень важно, чтобы была такая, скажем так, региональная солидарность, региональное уважение к своему региону, чтобы люди каждый день им напоминали, о чем можно гордиться, а что у нас есть хорошего, а что у нас есть. Вот в этом плане я могу сказать, что я с большим уважением отношусь к тому, что делается в Удмуртии. Правда. Я знаю, что журналисты прекрасно часто работают, и в частности журналисты вашей телекомпании, телерадиокомпании не раз становились победителями конкурса смиротворец, который делает гильдия, причем заслуженно они лучше всех в стране делают вот именно то, за что их наградили. Это правда. Но в то же время, вот я прилетела вечером вчера на самолете из Москвы. Час сорок я летела, получила такой бортовой журнал, печатается в Ижевских авиалинии. 88 полос глянцевого журнала, в котором не нашлось ни строчки про то, какая Удмуртия своеобразная, что в ней есть хорошего, что можно посмотреть. Зато нашлось 6 полос. Какая замечательная Италия, и что туда надо ехать. Франция, туда надо ехать с детьми. И дальше Испания, туда тоже можно ехать с детьми. И дальше целые развороты, прекрасные фотографии. Понимаете, вот это вот что такое? И не строчки, не строчки про себя любимых. То есть визитной карточки нет как таковой? Знаете, можно предположить, что кто-то приехал впервые в Удмуртию, но ему даже строчки не сказали, в какой хороший край он приехал. Что здесь есть перепечи, что здесь столько всего, что здесь есть этнофутуризм, что здесь колоссальный дом дружбы, что здесь есть масса мероприятий, здесь есть фантастические опен-эйры, которые проводят местные активисты, лучшие в России, реально лучшие. Где это здесь? Вот мне вот это обидно. Это неуважение себя. И журналисты должны научиться уважать себя, уважать свой край, уважать людей, с которыми они рядом живут. И не дожидаться того момента, когда им за это проплатят, они уж так уж и быть напишут. Я не знаю, вряд ли Диснейленд, французский, им проплатил за то, чтобы они так его расписывали. Это вот просто модно. Мы вот как большие, мы как большие журналы мировые, и мы туда не летаем, но мы расскажем, как там хорошо. Вот знаете, это вот какой-то такой вот момент, от которого нам внутри всем надо избавляться. Тогда у нас все будет хорошо, тогда мы научимся уважать друг друга. Это излишний глянец на экспорт. Да, да, непонятно на какой. В завершении программ хочется спросить о форуме. Я слышал то, что должны подписать соглашение между Ассамблеев народов России и Удмуртской республики. Уже подписали. Буквально несколько часов назад. Так. Что это означает? Я думаю, что это означает более тесные взаимоотношения Ассамблеи. Вы знаете, у нас такая ситуация странная сложилась в стране. Я так как в Ассамблее тоже давно и зампредседателя Ассамблеи, но по информационной части, что у нас очень много национальных организаций вообще в России. Но межнациональных единиц вот наша гильдия межэтнической журналистики, она не зря так называется. Многие, когда мы регистрировались, смеялись. Что за межэтническая? Что это такое? Мы говорим, это принципиальное отличие не этнической, а межэтнической. Потому что мы работаем в поле межэтнической коммуникации, чтобы люди друг друга понимали. А Ассамблея народов России тоже работает в поле межэтнической коммуникации. И вот я думаю, что какие-то проекты, которые уже начались, проектные сессии, обучение, взаимокакие-то поездки взаимные, они начнутся еще более интенсивные с подписанием этого соглашения. Я, во всяком случае, надеюсь, что это не формальность. Я надеюсь. Я благодарю вас, Маргарита Ординовна, за то, что нашли время, приехали к нам на запись. И спасибо вам за ваше экспертное мнение. Спасибо. Телезрителям тоже спасибо за внимание и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова